Угроза ядерной войны с каждым днем кажется все более и более реальной. Это одна из самых обсуждаемых тем в мировом сообществе на сегодняшний день. Но насколько действительно такое возможно? Ведь ядерная война – это величайшая социальная и биологическая катастрофа, которую когда-либо знал наш мир. Парадоксально, но пережить ее будет несложно. Все, что вам нужно сделать – это приложить усилия, чтобы понять проблемы, а затем систематически устранить их одну за другой. В данном видео изложена важная информация о выживании во время ядерной войны. Но чтобы противостоять разрушительной энергии ядерного оружия, вы должны сначала точно понять, с чем вам придется столкнуться. Необходимо, чтобы вы поняли три причины. Во-первых, многое из того, что вы узнали о ядерной войне из научно-фантастических романов и голливудских фильмов, совершенно не соответствует действительности. Это включает в себя все так называемые научные доказательства того, что выживание невозможно. Вторая причина заключается в том, что существуют законные проблемы выживания, создаваемые ядерным оружием, о которых вы, возможно, никогда не слышали. И третья причина в том, что если ваша основная информация ошибочна, ваши меры предосторожности тоже будут ошибочными. Вам придется пережить реальность ядерной войны, а не легенду. Как же работает ядерное оружие? Взрывной эффект происходит от мгновенного высвобождения фантастического количества энергии. Высвобождаемая энергия получается либо в процессе деления, либо в результате комбинации процессов деления и синтеза с расщеплением урана или плутония, которое происходит при попадании в него нейтрона. Нейтрон – это частица вещества, которая обычно мирно покоится в центральном ядре атома. Однако в редких случаях некоторые нестабильные тяжелые атомы в блоке плутония или урана внезапно расщепляются на различные фрагменты, среди которых два или три мчащихся нейтрона. Если блок металлического урана или плутония достаточно велик, то высвобожденные нейтроны будут врезаться в другие атомы, расщепляя их и высвобождая еще больше нейтронов. Поскольку каждый нейтрон высвобождает два или три других, и как следствие большое количество энергии, то процесс быстро достигает фантастических масштабов. В результате получается атомная бомба, подобная той, что была использована в Хиросиме в 1945 году. Ядерное оружие можно взорвать при любых обстоятельствах – в воздухе, над целью, на поверхности земли, под землей в шахте, под водой и на таких больших высотах, что взрыв происходит в космосе. Каждое из этих мест изменяет эффекты, вызванные взрывом и другими явлениями, что делает местоположение бомбы в момент взрыва одним из наиболее важных факторов в прогнозировании проблем, которые она создает для всего живого. Мощность ядерного оружия описывается с точки зрения количества тротила, необходимого для производства эквивалентного взрыва. Как правило, такой вид оружия эквивалентен многим тысячам или миллионам тонн тротила и упоминается как килотонная тысяча тонн или мегатонная миллион тонн оружия. Бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность примерно 20 килотонн. Самым большим из когда-либо построенных для экспериментального взрыва было устройство мощностью 57 мегатонн. Ядерное оружие, используемое в настоящее время, варьируется от 20 мегатонных разрушителей городов до килотонных и субкилотонных тактических вооружений. Важно помнить о различиях в размерах ядерных боеголовок. Наносимый ущерб не увеличивается пропорционально размеру бомбы. Величение взрывной силы в несколько раз чаще всего приводит к удвоению радиуса поражения. Этот факт широко неизвестен. Неосведомленность объясняет многие безумные оценки ущерба, который может быть нанесен такими супербомбами. Книга рекордов Гиннеса, например, сообщает, что 100 мегатонная бомба способна образовать воронку диаметром 29 километров. При взрыве ядерного оружия высвобождаемое невероятное количество энергии мгновенно накрывает большой объем воздуха до температуры десятки миллионов градусов. Раскаленное до бела воздух интенсивно излучает тепло и спускает столько света, что огненный шар массой 1 мегатонна кажется ярче Солнца. Даже если смотреть на него с расстояния 80 километров. Вспышка в небе от относительно небольшого взрыва мощностью 100 килотонн видна ночью на расстоянии до 650 километров. В момент взрыва огненный шар бомбы мощностью 1 мегатонна имеет диаметр около 120 метров. Затем он начинает быстро расширяться, пока через 10 секунд после взрыва не достигает 1700 метров. Подобно взрывному шару, огненный шар поднимается в воздух со скоростью 90 метров в секунду и достигает высоту 7000 метров, остывая до такой степени, что больше не излучает никакого света. Когда облако перегретого газа поднимается вверх, оно испытывает определенное сопротивление со стороны окружающего воздуха. Это замедляет его внешние края, позволяя внутренней части подняться немного быстрее, чем внешние. Это катящееся кольцо дыма является легендарным грибом, который сидит на вершине стебля, образованного столбом дыма и грязи, переносимым ветром за поднимающимся огненным шаром. Стало модным рассматривать грибовидное облако как символ ужаса, но было время, когда возвышающееся атомное облако вызывало восхищение. Перед атаками на Хиросиму и Нагасаки свидетели первого атомного взрыва описывали грибовидное облако как самое удивительное и прекрасное, что они когда-либо видели. Они говорили о нем как о катящемся, светящемся облаке, переливающемся всеми цветами радуги, вокруг которого мерцает молния. В какой-то момент облако перестает подниматься и начинает растекаться в более плоскую форму. При взрыве мощностью 10 мегатонн, оно имеет высоту около 32 км и ширину до 80 км. Ядерный взрыв производит мощную ударную волну в воздухе. Эта ударная волна распространяется во всех направлениях от огненного шара со скоростью, превышающей скорость звука. Вероятно, самое трудное для понимания во взрывной волне то, что она на самом деле состоит из двух эффектов, которые происходят одновременно. Первый эффект называется избыточным давлением и заключается в резком повышении давления воздуха выше нормального уровня. Это увеличение давления воздуха имеет тенденцию раздавливать полые объекты, например, дома или автомобили, создавая эффект, похожий на сжатие пивной банки рукой. Второй эффект – это динамическое давление, которое создает очень сильный, дующий наружу от центра взрыва. Этот ветер имеет тенденцию сбивать объекты с поверхности. В результате комбинированное избыточное и динамическое давление представляют собой эффекты, которые условно называют взрывной волной. Если вы находитесь где-то рядом с целью, когда взрывается бомба, последнее, что вам нужно делать, это стоять у окна и смотреть. На предельных расстояниях ударная волна может не прибыть в течение двух-трех минут. Оконные стекла почти так же чувствительны к избыточному давлению, как листовой металл в самолетах, и когда стекло разбивается, оно образует тысячи острых, как бритва снарядов, которая разлетается по комнате. Стоящий абсолютно незащищенный человек на открытом воздухе может быть подхвачен взрывной волной и швырнут по воздуху, резко ударившись о землю или какой-нибудь неподвижный объект. Это относится только к людям на открытом воздухе, которые не осведомлены, что нужно лечь на землю до прихода взрывной волны. На расстоянии от взрывов в одну мегатонну, где этот тип травмы будет основной проблемой, у человека будет интервал времени от 15 до 30 секунд между вспышкой и приходом взрывной волны. Это достаточно, чтобы лечь на землю или спрятаться в канаву. Задержка между взрывом и взрывной волной на таких дистанциях, как 6-10 км, может быть очень опасной. Динамическое давление в пределах 10 км от взрыва мощностью 1 мегатонна имитирует воздействие ветра со скоростью 140-190 км в час, которого достаточно, чтобы повалить значительное количество деревьев и телефонных столбов. Имейте это в виду, когда будете планировать маршрут побега. Если дорога находится близко к цели, она, вероятно, будет заблокирована обломками. На расстоянии 5 км большинство легковых и грузовых автомобилей настолько сильно будут повреждены взрывом, что им потребуется капитальный ремонт, прежде чем они снова смогут управляться. Ударная волна подхватывает их и швыряет по улице. В пределах этого радиуса вы могли бы легко пережить взрыв в правильном построенном укрытии, но не рассчитываете потом уехать. На расстоянии 2,5 км от взрыва в 1 мегатонну большинство железобетонных домов не выдержат такой нагрузки. Они разрушатся. Если чуть ближе и люди, избежавшие динамического ветра, спрятавшись в подвалах, начинают получать действительно серьезные повреждения легких от избыточного давления. На расстоянии 1 км от центра взрыва прямые травмы, вызванные высоким избыточным давлением, приводят к смертельным исходам, за исключением высокопрочных взрывозащищенных укрытий. В полукилометре от центра взрыва, фактически внутри огненного шара, разрушаются даже и эти спецукрытия. Те же самые разрушения происходят в основном в той же последовательности, но на больших расстояниях в случае 10-мегатонной бомбы. Погодные условия либо могут уменьшить тепловое излучение, либо усилить его в зависимости от обстоятельств. Если целевая область покрыта низкой облачностью или туманом, бомба взорванная над облачным слоем будет иметь те же взрывные эффекты, что и всегда, но тепловые эффекты будут значительно уменьшены. Это связано с тем, что облачный слой отражает и рассеивает большую часть света вспышки, затеняя землю внизу. С другой стороны, если бомба взорвется ниже облачного слоя, тепловые эффекты значительно возрастут, тепло отражается облаками обратно вниз. В дополнение к интенсивному свету теплового импульса, ядерный взрыв также производит всплеск электромагнитной энергии в радио- и радиолокационной части спектра. Это называется электромагнитным импульсом, который инициирует электрический ток, способный нанести реальный ущерб радиоприемникам, телевизорам, телефонным сетям, сетям электропередач и компьютерам. Когда ученые начинают говорить о радиационном воздействии, они используют специальные термины для точного описания того, что они имеют в виду. Три очень распространенных термина это рентген, рад и бер. Рентген это единица измерения количества гамма-излучения, рад это измерение того, сколько радиации поглощается телом. Бер это мера того, какой вред поглощенное излучение наносит организм. Для людей, подвесшихся воздействию гамма-излучения радиоактивных осадков, эти три единицы измерения примерно одинаковы. Начальное ядерное излучение возникает в течение первой минуты после взрыва. Практически все излучение, производимое бомбой, появляется в течение этого времени. Осадки содержат только 1% радиации, произведенной взрывом. Важно, чтобы вы знали об исходном ядерном излучении. Это то, что его радиус действия чрезвычайно ограничен. Чтобы получить смертельную начальную дозу радиации, человек должен находиться в совершенно незащищенном месте, менее чем в 3 километрах от центра огненного шара. Если вы задумаетесь об этом на минуту, вы обнаружите, что любому, кто обречен на такое радиационное воздействие, осталось жить всего несколько секунд. Мощный взрыв на таком расстоянии будет смертельным. Когда при контакте с землей происходит ядерный взрыв, огненный шар подхватывает тонны грязи и уносит их в радиоактивное облако. Эти частицы грязи покрываются расплавленными каплями радиоактивного материала. Когда суматоха взрыва стихает, эти радиоактивные кропинки начинают падать обратно на землю. Количество образующихся осадков и их распределение по ландшафту зависят от многих взаимодействующих факторов, таких как конструкция оружия, размер частиц, высота взрыва над землей и погодные условия в данный момент. В случае воздушного взрыва, например, взрыв происходит достаточно высоко в воздухе, чтобы грязь не попала в облако. В этом случае у радиоактивных газов нет частиц, на которых можно было бы конденсироваться, а вместо этого они образуют очень маленькие капли, которые слишком малы, чтобы осесть в воздухе. Поэтому при воздушных взрывах, таких как в Хиросеме и Нагасаке, полностью отсутствовали жертвы из-за радиоактивных осадков. Скорость ветра, уносящего рассеивающееся грибовидное облако от цели, очень важна для распределения радиоактивных осадков. Поскольку почти все частицы достигают земли в течение суток, общее распределение осадков на ландшафте будет зависеть от того, как далеко ветер может унести облако в течение первых суток после взрыва. Менее очевиден тот факт, что частицы отсеиваются из облака с постоянной скоростью, и если сильный ветер перенесет облако через большую территорию в течение первых суток, то плотность частиц, падающих в каком-либо одном районе, будет существенно уменьшена. Сильный ветер значительно увеличивает общий размер загрязненной территории, но значительно уменьшает количество осадков на земле в любом месте. Суммарная остаточная доза облучения, как внутреннего, так и внешнего, для выжившего человека, не проживающего в зоне локальных выпадений осадков, составит менее 10 Бер за период до 30 лет после ядерного взрыва. Помните, что облучение должно быть более 200 Бер в течение недели, чтобы вызвать острые летальные реакции даже у 1% населения. Довосрочный эффект, который окажет полномасштабная ядерная война над цивилизацией, довольно легко определить, цивилизация перестанет существовать. Вряд ли можно сомневаться в том, что катастрофа, серьезно повредившая эти крупные города цивилизации, сократившая человеческое население этих городов до четверти их первоначального числа, уничтожившая фабрики, инструменты и источники энергии, на которых формируется экономика, а затем вызывающие экологические разрушения и бедствия, достаточно большие, чтобы затруднить сельское хозяйство в течение 5 или 6 лет, но несет очень серьезный ущерб по стабильности цивилизации. Для личной защиты от опасности ожогов после вспышки достаточно помесить любой непрозрачный предмет между вами и огненным шаром. В Хиросиме люди, находившиеся очень близко к эпицентру взрыва, получили образные ожоги, когда тепловой импульс обижал открытые участки кожи, но поглощался или отражался их одеждой. Для отражения тепла было достаточно светлого предмета одежды, особенно если он был сделан из плотной ткани или имел толщину в несколько слоев, а также полная защита головы и лица. Белая шерсть очень устойчива к воспламенению от воздействия вспышки, особенно если принять меры предосторожности и облить себя водой перед выходом на улицу. Защита головы может быть такой простой, как капюшон из белой ткани, удерживаемый повязкой на голове. Лучший способ защитить лицо – придать капюшону форму вуали, обнажая только глаза. Солнцезащитные очки следует носить, чтобы уменьшить вероятность временной слепоты от вспышки. Но не ожидайте, что они защитят ваши глаза от теплового импульса. Он слишком интенсивен, чтобы его можно было остановить парой солнцезащитных очков, чтобы вы не делали и на мгновение не смотрите на потенциальную цель. После взрыва важно оставаться в помещении в течение как минимум 24 часов, если военно-политическое руководство не дадут других указаний. Время, прошедшее после взрыва, работает на выживших. Чем дольше вы находитесь в укрытии и не выходите наружу, тем меньше риск получить лучевую болезнь. Радиоактивные изотопы, которые образуются в ходе взрыва, имеют разное время полураспада. Но сориентироваться позволяет простое правило 7-10. Это означает, что каждое увеличение времени в 7 раз уменьшает дозу излучения в 10 раз. Другими словами, спустя 7 часов радиация падает всего до 10% от той, что была час спустя, а через 2 суток до 1% от исходной. Впрочем, сам абсолютный уровень радиации установить без припоров невозможно. Он зависит от погоды, направления ветра, мощности и обстоятельств взрыва. Еда и вода, если она находится в закрытой упаковке и не была загрязнена радиоактивной пылью, совершенно безопасна. Настройтесь на любые официальные средства массовой информации, чтобы получить сведения, например, о том, когда можно выходить и куда следует идти. Радиоприемники на батарейках, скорее всего, будут работать после ядерного взрыва. Мобильная связь, текстовые сообщения, телевидение и интернет могут быть нарушены или недоступны. Прежде всего, нужно знать зону поражения от взрыва. Считается, что все, кто окажется на расстоянии 800-1000 метров от эпицентра взрыва, могут умереть с вероятностью 90%. У тех, кто окажется немного дальше на расстоянии от 3000 до 3500 метров, есть шанс выжить 50%. Важно четко понимать, что делать во время ядерного удара. Если ядерный грипп застал вас на улице, ни в коем случае не смотрите на него, поскольку можно ослепнуть. Ляжьте на землю, подложите руки под туловище и вставайте в таком положении, пока не пройдут две ударные волны. Обязательно нужно закрыть лицо дыхательные пути платком или шарфом. От ядерного удара лучше всего вскрыться в бомбоубежище или метро. Но помните, метро закроется через 5 минут после объявления тревоги. Если у вас есть помещение под землей, обустроенное, чтобы там можно было провести какое-то время, нужно сидеть там, в идеале месяц или больше, если понадобится. Если вы находитесь в квартире или частном доме, следует закрыть все окна и двери тряпками, выключить вентиляцию и закрыть все щели. Если вы в многоэтажном доме без подвала, стоит подняться выше 10 этажа и сделать то же самое, заслонить все щели. Прячьтесь в коридоре в ванной комнате, там, где нет окон. Если произойдет ядерный взрыв, то в укрытии придется сидеть в течение недели или даже месяцев. Ждать, пока пройдут две волны радиации и несколько радиационных дождей. Поэтому нужно сделать большие запасы бутылированной воды, не порчащиеся пищи, спичек, свечи и пополните аптечку. Еще раз повторюсь, но обязательно купите радиоприемник на батарейках. Интернета и мобильной связи может не быть, но по радио можно будет узнавать важную информацию и слушать новости. Не стоит есть продукты, которые находились на улице, ведь есть риск, что они заражены. В случае, если нужно срочно выйти на улицу, закрывайте все части тела от радиоактивной пыли. Ни в коем случае не ложитесь на землю и не попадайте под дождь. Каждая капля смертельно опасна. Обязательно нужно иметь стандартную аптечку, где будут жаропонижающие, противовирусные, антисептики, средства первой помощи, другие нужные вам лекарства. Однако следует иметь еще специальные препараты, которые могут помочь. В первую очередь это йод. После взрыва через 10-15 минут начнутся радиоактивные осадки. Уровень радиации на местности начнет стремительно расти. Произойдет радиоактивное заражение, так что йод может помочь защитить вашу щитовидную железу и снизить негативное воздействие радиации на другие органы. Никогда не забывайте, что каждая чрезвычайная ситуация рано или поздно заканчивается. Если вы продержитесь достаточно долго, вы увидите новый рассвет. Даже на следующий день после конца света. Я искренне надеюсь, что информация из этого видео вам никогда не пригодится. Но знать о ней следует каждому сознательному человеку. Ведь от ваших действий будет зависеть результат сохранения жизни. Если, конечно, у человечества будет шанс выжить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok